Здравствуйте! Меня зовут Лилия Обязова. Вы смотрите выпуск новостей Кувандыка на телеканале ЮТВ. Каждое воскресенье в 20 часов 20 минут мы рассказываем об интересных людях и важных событиях. Смотрите сегодня выпуски. Отлов бездомных собак пройдет в Кувандыке. Занятие начинающий фотограф и новое направление в психологии, фототерапии. Парк имени Федорова участвует во всероссийском конкурсе. Прошел региональный этап педагогического конкурса «Воспитать человека-2020». Начнем выпуск с коротких новостей. В Кувандыке отловом бездомных собак займется индивидуальный предприниматель. Администрация заключила контракт с Вячеславом Уваровым. На первом этапе он должен отловить 40 животных, при необходимости вылечить их, стерилизовать, вакцинировать и выпустить на прежнее место. Согласно нормам, на одного животного выделяют около 8 тысяч рублей. По вопросу отлова животных можно обратиться в управление сельского хозяйства Кувандыка по телефону 204-26. Занятие начинающий фотограф прошло в комплексном центре социального обслуживания населения Кувандыка. Провел его волонтер, руководитель школы юных журналистов Вячеслав Броницкий. На занятии ребята узнали, как снимать на цифровой фотоаппарат, фотографировали друг друга и познакомились с коллекцией старых фотоаппаратов. Тем временем психологи центра социального обслуживания начали реализацию нового направления – фототерапия. Мероприятие проходило для семей с детьми с ограниченными возможностями, сообщает сайт Оку Ван Дык. А теперь к основным новостям. Спортивная детская площадка, скейт-парк и танцпол – таким может стать парк имени Федорова. Проект и его реконструкция представили на всероссийский конкурс создания комфортной городской среды. Каким видят парк дизайнеры и жители города – расскажем в первом сюжете? Буквально вот на этом пустыре стояли деревянные домики из рубленого бревна. Получается, по отдали от сцены, с правой стороны, стояли огромные качели. Где сейчас находится танцплощадка, за ней были машинки, паровозики в настоящем парке. И люди, получается, с детьми, с такими где-то возрастом 3-10 лет, прекрасно проводили свое время. Таким Юрий Паршин помнит парк. Он давно заброшен. Сейчас в центре города заросшие лесы развалины, а главные гости парка – бродячие собаки, козы и молодежь, для которой это место пьяных посиделок. Стыдно, да, что вот так вот все превратилось в такую вот разруху. Потому что действительно людей, молодежи пока у нас в Кувандыке предостаточно. Юрий разработал проект реконструкции парка. Его предложения вошли в проект, который подготовили для всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Сотрудники проектной группы «Квартал» отмечают, что парк трудная для проектирования территория. Она огромная, расположена в центре города. Но частный сектор вокруг не генерирует большого потока посетителей. Поэтому главная задача архитекторов была – оживить парк. То есть именно открыть парк для пешеходов, открыть парк для гаража, чтобы его можно было посетить не только целенаправленно, но и по пути. Мы в своем проекте максимально уделили внимание спорту и молодежным движениям, каким-нибудь тем же самым роллером. Вот сейчас здесь, кстати, проводят тренировки в летнее время, лыжники. Ну и, конечно же, вот эта площадка, она также уйдет на площадь для массовых мероприятий. Если не благоустроим это в ближайшее время, получим какую-нибудь болячку на лицо города. Последние мероприятия в парке имени Федоров провели в 2012 году, вспоминает Юрий. А субботник был 4 года назад. Хотя до этого за парком следили горожане и школьники. Сейчас важно возродить эти традиции, считает архитектор Александр Алексеев. В любом случае очень важно, чтобы это было поддержано со стороны жителей. Территория, на которой действительно болеет весь город, и территория, которая, в принципе, никому не нужна, это две большие разницы. Даже с какими-то небольшими мероприятиями, может быть, концерт, спортивные события, выставки, пространство парка, вот это все парк просто поднимает чуть-чуть выше. Жители считают, что парк – хорошее место для массовых мероприятий, для прогулок с детьми, так как рядом нет дороги. Но пока горожане боятся здесь гулять. Танцплощадка когда-то здесь была. Тут были паровозики, качели для детей. Были, да, я помню, да. А потом как-то что-то быстро со временем это все исчезло. Здесь проходили городские мероприятия. Когда я работала в Центре детского творчества, мы с детьми приходили сюда проводить различные мероприятия. Было всегда очень интересно, весело. Иногда здесь бывает народ. Ну, я лично вот как-то побаиваюсь вроде, когда народа нет. И вот мы сейчас с ней решили уже уехать домой. По проекту, который представлен на конкурс, в парке будет большая спортивная площадка для игры в бомбинтон, футбол, баскетбол, турники, скейт-парк, веревочный парк, а также кафе, танцплощадка, сцена, смотровая вышка. Разработан даже логотип парка. Это стилизованный рисунок дерева в виде буквы «Ф». Финансируется проект из разных источников. 77% – это средства федерального бюджета. 12% – это частные инвестиции. Почти 9% – это бюджет Оренбургской области. И чуть больше 2% – это бюджет муниципальный город Кувандык. Нам удалось достаточно такой весомой поддержки, ну, очень весомой поддержки, звучит от местного бизнеса. Я бы хотела, чтобы этот парк преобразился и стал доступным для детей и молодежи, для занятий спортом. То есть, чтобы здесь была очень хорошая роликовая дорожка, для скейтбордистов было место катать, для велосипедистов. Дорожка, чтобы резина была не асфальтированная, чтобы ногам было легче. Ну и остальное – турники, тренажерные. Я лично бы ходила, если бы здесь были какие-то качели, карусели, может, с ребенком. А так, в основном-то, уже ходить, наверное, некому стало. Проект успешно прошел отборочный этап. Сейчас жюри оценивает, насколько актуален и востребован парк для жителей Кувандыка. Итоги станут известны осенью. Лилия Обязова, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ. «Воспитать человека» – под таким названием прошел региональный этап Всероссийского конкурса педагогов. Работы принимались с февраля по июнь. Как шла подготовка и кто победил – смотрите далее. Подменить воспитателя в детском саду осталось навсегда. Так началась педагогическая деятельность Жанны Ганаевой. Решив продолжить работу с детьми, она организовала кружок театрального мастерства в Дом пионеров и школьников. Там и работает почти 20 лет. Коллектив у нас очень дружный, очень веселый, ответственный. Если кто-то участвует в каком-то конкурсе, неважно, педагог, группа педагогов, коллектив какой-то, то все, конечно, друг другу уже помогают. По словам Жаны, участие в конкурсе – это новый взгляд на свою деятельность. Педагог уже принимала участие в областных, региональных, всероссийских конкурсах. Волнуется каждый раз. Методическая служба предложила поучаствовать в конкурсе педагогам. И я согласилась попробовать. Самой, конечно, поучаствовать в таком конкурсе – это очень страшно, потому что это ответственно, это уровень. Команда поддержала и в подготовке к конкурсу. Помогали методисты Наталья Побединская и Юлия Никифорова. Оператором выступил Вячеслав Броницкий. Он вместе с участниками школы вожатского мастерства сняли видеоролик «Педагог глазами детей». Жанна Лизвановна – это мудрый и богоразумный правитель. Царица Савской современности, английская королева и Василиса Премудрая в одном лице. Команда, когда поддерживает, когда им нравится то, что они делают, особенно когда дети, когда их не заставляешь, а когда они сами что-то предлагают, что-то делают, сами потом интересуются, что и как, где можно посмотреть, когда будем еще, может, давайте где-нибудь еще поучаствуем. Вот это, конечно же, очень большой плюс. Для участия в конкурсе нужно было снять видеоэссе на тему «Личность воспитывает личность», а также рассказать о себе и своих достижениях. И главное – это презентовать проект. Заявки подали 24 участника. Жанна Ганаева получила диплом лауреата первой степени в номинации «Внеучебная деятельность». Жюри выделила оригинальность, креативный подход и лаконичность проекта. Было очень приятно, когда в 9 часов утра педагоги в группе ДПШ начали поздравлять меня с победой. Большое спасибо учащимся из школы вожатского мастерства за то, что они оказали мне такую помощь. Ребята, вы молодцы! Мы победили! Мы это сделали! Впереди Жанну ждет всероссийский этап конкурса. Для педагога и ребят это отличная возможность вновь собраться дружной командой и заявить о себе на всю страну. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Смотрите новости КУМ ДК каждое воскресенье в 20 часов 20 минут. Пропустили выпуск? Повтор во вторник в 20.20. Увидимся на телеканале ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok